здравствуйте дорогие друзья здравствуйте дорогие подписчики сегодня я вам представляю подробный мастер-класс по вязанию вот таких вот детских носочков на возраст 5-6 лет если кого-то за интересует у меня на канале есть мастер-класс на маленькие носочки 618 месяцев подробный по петельный мастер-класс есть полная полная вот этих вот носочку меня есть тоже мастер-класс это на возраст 22 с половиной года а также есть подробное описание вот на эти носочки 23 года здесь у нас мысок улитка а это пятка бумеранг так что касается вот этой вот вот этих носочков они связаны из точно такой же пряжи вот как видите все носочки диски это молочный китайский хлопок я его заказан алиэкспресс он очень такой мягкий гипоаллергены и для детских вещей действительно подходит как нельзя кстати расход у меня получилось на два носочка 56 грамм что касается метража 90 метров 50 граммах если у вас нет скажем подобной пряжи вы можете взять спокойно метраж 180 метров на 100 грамм 200 220 метров на 100 грамм и они также подойдут вязать можно из любой пряжи потому что для детских носочков можно и полностью шерстяные будут тепленькие или что-нибудь акриловая или полушерсть есть конечно кроме этого и носочная пряжа которая тоже очень хороша эти носочки связаны с 5 . у них прямая классическая здесь у нас от платочная вязка и мысок звездочка вот этих носочках у нас мысок звездочка вот так он выглядит по лицевой стороне вот такие лучки идут к центру ну и могу показать по изнаночной стороне как выглядит тоже этот мысок и вес носок таким образом получается это у нас изнанка вот мысок у нас звездочка он не острый вот допустим как в этих не так как в этих вот носочках видите это у нас ленточный более такой острый или как мысок вот видите спиральный улитка еще называется тоже у меня есть мастер-класс по маску улитка а здесь у нас пятка бумеранг тоже есть подробный мастер-класс так значит пяточка у нас классическая а мысок звездочка он такой более тупой я считаю для детских мужик действительно вот тоже очень хорошо подходит если кому-то скажем не захочется вязать такой мысок звездочка можно в принципе и обычно какой-то другой ленточный скажем всеми любимым или же свой который вы умеете хорошо и быстро вязать спица у меня номер 4 приступаем первая петелька у нас будет двойная а затем вот таким образом мы будем набирать остальные петли это эластичный способ набора петель он очень хороший мне он очень нравится если вы еще так не набирали можете посмотреть отдельное видео я там более подробно все описываю как набирать можно первую петлю двойную и как выбирается дальше петельки эластичным способом так мы набираем с вами 40 петель плюс одну для замыкания в круг и сейчас мы будем с замыкать в круг так делим наши вот это вот набор петель на три части в двух местах вытягиваем леску без разницы в каких потом мы с вами корректируем две части нашего вязания с левой спицы вот эту петлю мы с должны снять набросить ее на правую а последнюю которую набирали мы набрасываем на первую аккуратненько делаем вот таким образом то есть не наоборот последнюю петлю мы набрасываем на первую и вытягиваем аккуратненько подтягиваем за ниточку и вот у нас получается такое соединено будет ровно если вы делаете наоборот у вас будет такое некрасивое пространство скажем так и дальше уже мы с вами вяжем резиночку 11 вот и провязала резиночку один на один 10 рядов сейчас мы будем дальше вязать резиночку 1 на 3 то есть 1 изнаночная 3 лицевые 1 изнаночная 3 лицевые и так по кругу вывязываем начинаем провязывать лицевые 3 петельки лицевые 123 следующая будет изнаночная и так дальше повторяем 3 лицевые 1 изнаночная так я уже провязала высоту 15 рядов резиночкой 3 на 1 3 лицевых и 1 изнаночная и у меня высота получилось ну почти 8 сантиметров сейчас мы с вами будем вывязывать пятку пятка у нас будет прямая классическая это самый традиционный способ вязание пятки и выглядит она вот следующим образом вот таким так это у нас пятка прямая как я уже сказала она состоит из двух частей сначала идет стенка вот она мы сейчас разделим вязание наполам и будем вывязывать половину петель вот таким образом будет у нас высота пятки выглядеть и дальше идет у нас чашечка это вторая часть пятки то есть то что находится внизу на подошве вот это у нас чашечка и сейчас приступаем к вязанию в первую очередь мы будем вязать на половине петель так вот у нас кончик хвостик ниточки так мы с вами перенесем сейчас вязание на вот эту четвертую в спицу и на первую но у нас получится немножко скажем корректировка вот с 4 спицы мы возьмем 8 петель вы вытянем леску чтобы у нас на пятки первая петелька была лицевая и последняя также значит здесь восемь а на этой соответственно будем брать немножко больше и это будет уже не 12 а 11 чтобы у нас вот это вот изнаночная петля пошла к верхней части носка смотрите вытянули леску вот таким образом у нас будет этого вязание на пятки то есть мы пятку начинаем с лицевой и заканчиваем тоже лицевой здесь у нас получается на пятку 19 петель а на верхнюю часть стопы у нас получится 21 петля всего у нас 40 и сейчас мы с вами будем провязывать на лицевой стороне все лицевые на изнаночной стороне тоже все лицевые но будет один момент в конце каждого ряда мы будем тоже провязывать все петли до конца единственном момент у нас будет вот этот вот две первые петельки я вам потом скажу что мы с ними будем делать сейчас на лицевой стороне мы полностью провязываем все лицевые так хочу отметить что я вот сейчас меняю спицы забыла вам сказать раз у нас поворотные ряды значит у нас спицы должны быть одинаковые и три с половиной я меняю тоже на четверку то есть меня две спицы знак вы будут четверка те петельки будут лицевые как я сказал у нас будут платочная вязка но первые две первые две вот эти вот и две последние петли мы будем провязывать по-другому точнее моих нибудь вообще не провязывать то есть будем снимать не перед работой так вот так вот мы будем вывязывать стенку пятки у меня есть на канале отдельное видео называется красивый боковой края стенки пятки можете там тоже посмотреть более подробно вот что касается вот этой схемы значит в лицевой стороне 2 1 и 2 последние петли мы будем провязывать лицевой вот это важно в изнаночной стороне мы гон две первые и 2 последние петли снимать не провязывая нить перед работой вот обратите внимание на то что она перед работой вот мы сейчас в изнаночном ряду мы снимаем первую кромочную нить перед работой вторую петельку мы тоже будем снимать нить перед работой так вот смотрите и дальше мы по рисунку будем делать мы будем провязывать именно лицевыми то есть мы будем провязывать все лицевые и на изнаночной стороне и на лицевой кроме вот этих двух петель в изнаночной стороне здесь и здесь мы будем снимать нить перед работой в конце ряда сейчас вам покажу вот остались у нас две петельки которые мы будем тоже делать также как и две первые то есть мы будем снимать нить перед работой вот таким образом нить перед работой и разворачиваем вязание на лицевую сторону у нас получается уже не . за работой оказалось и эти две первые петельки а также последние мы будем провязывать лицевой в этом ряду на лицевой стороне у нас все будут петли провязываться 1 кромочные снимаются все остальные мы будем провязывать лицевыми и последнее то же самое как я уже сказала вот у нас две последние петельки остались мы тоже их провязываем лицевой на лицевой стороне дальше развернем вязание на изнаночную сторону и будем повторять вот эти вот два ряда и так мы будем вывязывать 14 рядов высота у нас будет 4 сантиметра высота пятки 4 сантиметра и так стенка пятки у нас вырезана у нас получилось 14 рядов я уже правда провязала еще один ряд лицевой и сейчас у нас будет следующий этап это у нас будет чашечка каким образом мы поделим наше вязание у нас всего 19 петель на три части 6 петель по бокам крайне по центру мы оставим 7 петель у нас одна лишняя поэтому прибавляем к центру если у нас было две лишние петельки значит мы прибавили прибавили бы к боковым петлям поэтому вот эти вот 7 петель мы будем с вами все время сохранять и это у нас будет вывязываться чашечка чашечка вот таким образом будет выглядеть вот мы и сейчас мы вывязывать и по бокам будем делать убавки то есть за две петли вместе и эти убавки у нас будут между вот этим вот частями между центральной и боковой значит первый ряд я уже провязала лицевой первый ряд чашечки провязала лицевой разворачиваем все петельки полностью лицевые разворачиваем вязание и начинаем вязать второй ряд 1 кромочную мы снимаем поскольку мы будем вязать чтобы чашечка у нас была лицевыми петлями на этой стороне на изнаночной у нас будут уже петли изнаночные провязываем первые шесть петель вот этих вот 6 петель провязываем дальше провязываем опять 6 петель не довязываем одну петельку центральной части 1 2 3 4 5 и 6 у нас изнаночная сторона поэтому мы будем формировать каким образом убавки на изнаночной стороне мы будем провязывать за передние стенки изнаночной вот у нас одна петля от центральной части и первая петля то есть последняя петелька от центральной части и 1 от боковой части мы ее мы их подхватываем вместе за передние стенки и вот таким образом будем делать убавку чтобы у нас была на той стороне косичка косичка будет выглядеть вот таким образом смотрите вот так она будет выглядеть с одной стороны и с другой разворачиваем вязание то есть мы не довязали 5 петель у нас было 6 осталось 5 не довязали мы эти 5 петель разворачиваем вязание уже у нас это идет лицевая сторона значит мы первую эту которую убавили снимаем только правильно нить за работой если мы перевернем назад у нас будет некрасиво так мы ее разворачиваем нить за работой и провязываем 1 2 3 4 5 6 7 у нас всегда будет идти со следующей петлей с боковой части сейчас на лицевой стороне мы с вами будем провязывать опять же последнюю от центральной части и первую от боковой части уже за задней стенки лицевой-то есть на лицевой мы будем провязывать лицевой нас будет ответ лицевая вот как здесь с изнаночной стороны мы изнаночной провязали чтобы она на лицевой стороне лицевой это у нас лицевая сторона поэтому будем провязывать вот эти вот петельки которые убавками именно лицевой осталось у нас здесь 5 петель вот они здесь разворачиваем вязание и повторяем вот таким же образом снимаем нить перед работой дальше у нас идет изнаночные петли считаем 2 4 5 6 и смотрите вот это 7 она уже даже видно что она отделяется это последняя петля именно вот от центральной части и на изнаночной стороне мы провязываем вместе за передние стеночки изнаночной петлей подтягиваем обязательно подтягивайте чтобы она была тесненько потому что пяточка должна потому что будет такие некрасивые скажем отверстия только подтягивайте обязательно вязание так сейчас у нас лицевая сторона вот смотрите по бокам у нас осталось 4 петельки здесь у нас будет еще пять значит мы сейчас идем сюда провязываем чашечку лицевыми мы провязываем 6 петель 7 у нас будет уже убавки вот она и первая от боковой части провязан за задней стеночки лицевой и подтягиваем и вот таким образом у нас будет формироваться вот это вот пятка вот она уже видны даже косички эти видите даже начинаются выделяться разворачиваете вязание и повторяйте до тех пор пока у вас по центру не останется вот этих вот 7 петель и так у нас остается вот одна петля боковая которая нужно нужно ее убавить так убавляем вот таким образом подтягиваем разворачиваем вязание на лицевую сторону и у нас еще смотрите вот с этой стороны тоже у нас 1 бабочка мы ее тоже убавляем провязываем эту снимаем нить за работой провязываем лицевые и последние две петельки за заднюю стенку провязан лицевой и у нас остается на спицах вот этих 7 петель вот у нас что получилось смотрите это у нас чашечка вывязана так это у нас косичка получилось потому что мы провязываем 2 петли вместе лицевой на лицевой стороне а здесь у нас косичка тоже потому что на изнаночной стороне мы провязывали изнаночной вот таким образом у нас смотрится сама пятка то есть мы с вами вывязали стенку пятки и чашечку сейчас наша задача будет расположить петли на две спицы чтобы было более удобно и будем набирать петли по боковым краям стенки сейчас я уже расположила спицы по-другому смотрите я поменяла на три с половиной левую чтобы было удобнее вязать и что у нас получается вот мы с вами вывязали манжет паголинок затем стенку пятки и чашечку сейчас мы с вам набирать петли по боковым краям стенки вот этой пятки так пяточку мы поделили ну почти наполам на 1 вот 33 петельки здесь у нас получится 4 чтоб удобнее было вязать и начинаем набирать петли по боковым краям стенки так смотрите вот у нас эти косички но косички да вот эти вот которые внутри на изнаночной стороне мы его подхватывать и за две дужки провязывать смотрите вот таким образом 1 2 3 4 5 6 7 так у нас было 4 здесь чашечка 2 4 6 7 и 8 мы с вами будем набирать каким образом если мы наберем вот так вот они конечно будут некрасиво значит можно поступить провязать скрещенной допустим подхватить вот эту вот протяжку и провязать скрещенной сейчас мы посмотрим как у нас получится вот таким образом скорее всего мы так и сделаем или можно таким образом сделать вот это вот вот это вот который у нас от последний скажем предыдущего ряда петельки стенка ищем что-то вот такое которое поближе на обратной стороне ряд и попробуем провязать вместе иногда это тоже срабатывает ну смотрите как как вам вот скажем удобнее что у вас будет лучше получаться я считаю что это тоже можно оставить и дальше будем провязывать верхнюю часть носка я всегда помечаю маркер где у нас начинается верхняя часть провязываем по рисунку у нас идет изнаночная и затем 3 петельки лицевой и встретимся на той стороне так верхняя часть провязанном вешаем маркер и набираем то есть там мы набрали 8 петель значит и здесь у нас тоже должны быть 8 петель набираем вот за эти края смотрите не за эти вот которые а именно за две дужки которые на изнанке видны откуда мы пойдем вот один два три 4 5 6 7 а у нас должно быть 8 значит мы должны еще будем набрать как вот например отсюда так и тоже самое посмотрим можно провязать скрещенной что у нас получится если мы провяжем вот некрасиво значит можно взять скрещенной подтянуть провяжем давайте вот эту вот следующую дужку посмотрим как у нас получится подтягивайте очень сильно когда вот это вот идет соединение обязательно здесь между вот верхней и нижней части у нас должно быть очень естественно и такое соединение так и смотрим внимательно что у нас вот получается вот такая вот картина вот это вот набрано петелька скрещенная вот она так и в принципе когда мы будем вязать дальше я думаю что в принципе мы оставим так дальше набираем петли вот по этим боковым краям значит 1 2 3 4 5 6 дальше идет 7 смотрите чтобы он не потерялся 7 так 7 петля и смотрите 8 мы конечно вот так вот набирать не будем потому что будет некрасиво я поступаю всегда таким образом вот возле пятки эту тушку я подтягиваю и делаю ее скрещенным вот таким образом подтянуть и смотрите какой вот на соединение это провязан вот таким способом так и смотрите внимательно вот мы набрали здесь здесь у нас было три петли от чашечки и до набрали мы с вами 2 4 6 8 петель до 8 петель мы с вами набрали правильно то есть обязательно количество должно совпадать и на одной из части и на второй чтобы было все собрано у нас получается вот таким образом выглядит наша пятка пятка классическая и сейчас мы с вами будем вывязывать клин подъема клин подъема это у нас вот этот если смотреть на этот носок вот у нас клин подъема мы его здесь у нас лишние петельки вот они здесь у нас есть и мы будем убавлять также как и здесь получится вот такой вот клин после того как мы набрали петельки по боковым краям стенки пятки мы с вами сейчас будем провязывать целый круг без убавок полностью первая половинка это нижняя часть она у нас будет полностью лицевыми петлями вывязываться а верхняя часть по рисунку то есть 3 у нас лицевые будут и 1 изнаночная обращаю еще раз внимание на то что вот когда вы вяжете вот здесь вот соединяете верхнюю нижнюю часть обязательно подтягивайте ниточку более тесно вяжите так сейчас мы вяжем первый ряд с убавками убавки мы будем делать вот здесь я обычно оставляю одну петлю перед маркером а затем делаю 2 убавки на той стороне то же самое первую петельку после маркера мы провяжем а две петельки сделаем убавку начинаются убавки в клине подъема довязываем до трех петель до маркера делаем убавку вправо за 2 передние стенки лицевой провязываем и вот смотрите она у нас уже повернута вправо эту петельку мы провязываем лицевой снимаем маркер дальше идем по рисунку до вот этой части мы с вами там встретимся покажу как делать убавку влево первую петельку мы провязываем лицевой дальше у нас снимаем эту петлю следующая лицевая предыдущую набрасываем на следующую вот таким образом это у нас будет убавка влево дальше все петли лицевые и так следующий ряд у нас будет полностью без убавок мы с вами будем провязывать один ряд с убавками вот здесь вот не довязывая одной петли будем провязывать вторую и третью и здесь тоже самое перед маркером мы с вами будем где пяточка вставлять одну петельку провязывать две вместе вот эти которые идут за этой петелькой один ряд с убавками второй ряд без убавок при этом сохраняйте рисунок который у нас три на один резиночка верхняя часть вот у нас это у бабочка которую мы сделали вот видите мы провязали две вместе и провязываем лицевой когда идем уже второй ряд после убавок вот таким образом выглядит у нас сейчас носок с клином подъемом в мы вырезали клин подъема лишних петель у нас было всего лишь 2 так то есть мы сделали 2 у бабочки и сейчас наша задача с вами обязательно пересчитать петли чтобы у нас на двух спицах было одинаковое количество с тем количеством который мы с вами набирали вначале мы с вами набирали 40 петель и сейчас у нас должно быть тоже 45 единственное что мы помним верхняя часть у нас 21 петля значит на нижней у нас должно быть 19 пересчитать обязательно я пересчитала мне 19 петель на одной спице у нас будет на одну петельку меньше потому что чашечка у нас когда мы увязывали по серединке у нас было 7 петель поэтому делили не поровну но в любом случае у нас на одной спице 20 и на 2 спице 20 после того как мы сделали последнюю убавка и было только 2 мы сейчас начнем вывязывать дальше подошву лицевыми рядами вот до маркера нижняя часть пятки стопы точнее а вверх мы будем соблюдать вот этот вот рисунок 3 на 1 так эта резинка хороша любая резинка хороша тем что она стягивает ногу и даже если размер чуть будет поменьше или побольше он плотно будет прилегать к ноге резинка там любая 2 на 2 1 на 3 она очень хорошо для носочков потому что стягивает полотно провязываем дальше подошву и так вот от последней у бабочки в клине подъема я провязала до формирования маска 29 рядов и в сантиметрах у меня получается до пятки вот смотрите 15 половина сантиметров сейчас у меня будут формироваться мысок мысок под названием звездочка мы делим все петли количество петель на 8 частей у нас 40 мы поделили на 5 вот я уже развесила маркеры для удобства и дальше будем делать убавки убавки будут делать делаться в восьми частях то есть получается 8 вот этих вот убавок но через определенное количество рядов и будет похоже скажем эти у бабочки на лучи на лучики которые идут скажем к центру и напоминает звезду поэтому этот мысоке называется звездочка я сейчас подробно вам не буду рассказывать и показывать как он провязывается у меня на канале есть отдельное видео переходите по ссылочке и единство там могу сказать что если у нас сейчас вот 40 петель и формируем сейчас вот этот мысок звездочка то в том видео я расписываю не только на примере 40 петель у меня расписано полностью можно сделать скриншоты на 48 петель если у вас набрано 48 петель там все ряды расписаны пятьдесят шесть петель и 68 вот такие вот носочка у нас получились поэтому на это у меня все если вам понравилось это видео буду очень рада переходите по ссылочкам в описании может найдете еще что-то интересное для себя на моем канале всем спасибо за просмотр и да ну